Всем привет! Мы на моей новой студии, называется у Никитоса на хате. И сегодня мы с вами посмотрим на Interstep. Производитель прислал наушники, которые говорят ничем не хуже, чем именитые Apple AirPods. Давайте посмотрим, успокоим. Поехали! Ну, собственно, вот такая вот упаковка Apple AirPods. И вот такая вот большая громадная упаковка у Interstep. Прямо вот так вот по-коварному все это мы вскрываем. Естественно, это упаковочная коробка. Сама заводская упаковка выглядит следующим образом. Компания Interstep на самом деле молодцы. Они выпускают колонки, зарядники, сейчас беспроводные наушники. Они идут в ногу со временем и пытаются быть в тренде, и пытаются быть в рынке. Собственно, перед нами беспроводные наушники SBH-520. Это Bluetooth наушники, которые позволяют нам прослушивать аудиоконтент, в том числе и музыку, на достаточно хорошем качестве. Потому что профили Bluetooth поддерживаются в том числе и IPTX, и A2DP. И, в общем, прям вообще. На самом деле здесь куча всего написано. Время заряда одного наушника около часа. Время заряда чехла около двух часов. В общем-то, давайте прямо откроем и посмотрим. Потому что мне очень интересно, как они выглядят, какой у них внешний вид, и что они из себя представляют. Здесь у нас есть вот такая вот специальная наклеечка. Почему рядом лежат Apple AirPods? Ну, потому что, наверное, это все-таки талонные наушники. Хотя многие говорят, давайте отрежем шнуры от обычных Apple наушников, которые клались на протяжении многих лет в коробке. И до сих пор кладутся, кстати, в iPhone 10 вот здесь вот у нас в коробочке обычные наушнички. Естественно, они на проводе Lightning. То есть они точно такие же по размерам, как Apple AirPods. Но это совсем другой experience. Они на самом деле совсем-совсем другие. Они по размерам точно такие же, если их достать. Одно ухо, один наушник достаем. То есть, в принципе, ну, чуть-чуть побольше. Просто для сравнения. Так, это пока не убираем. Открываем упаковку. Все-таки у нас сейчас видос про Interstep. В общем-то, написали. Типа, давайте посмотрим. Окей, давайте посмотрим, что вы из себя представляете. Что у нас есть в комплекте. А в комплекте у нас следующее. Собственно, сам кейс. Внутри, я думаю, лежат наушники. У нас есть провод. Все упаковано достаточно хорошо. Провод такой плотненький, хорошенький. Это microUSB для зарядки, наверное, самых наушников с помощью этого зарядного кейса. Да, здесь есть отверстие microUSB. И вот такой вот комплект. Хотя здесь, смотрите, наушнички-то у нас отдельно. Сама эта штука. Как она вообще открывается на кнопку? Да, кейс у нас пустой. Наушники у нас лежат отдельно. В маленьком пакетике. В таком милом и хорошем, мимимишном пакете. И, собственно, выглядит следующим образом. Да, наверное, вы сейчас скажете, да, камон, Паша, что ты нам впариваешь? Какие наушники, которые на самом деле выглядят, очень-очень, ну, с одной стороны большие, но с другой стороны это приятный матовый пластик, они легкие. Я думаю, что их надо заряжать, потому что они не заряжаются. Естественно, звук – это мнение субъективное. Как-то, каким-то образом они должны включиться. Я думаю, что это происходит путем нажатия, закрытия кейса. Они заряжаются вообще. Как понять, что они заряжаются? Да, здесь идет индикация, то есть одно ухо активировалось, второе ухо активировалось. И, собственно, в кейсе они смотрятся таким образом. Что у нас также есть в комплекте? Есть, естественно, сменные амбушюры. Амбушюры в точно таком же пакетике, как и сами наушники. Но, друзья, давайте подумаем над упаковкой, потому что вот эта вот гармошка – это не то, что хочет видеть пользователь. Хотя, в принципе, стоимость ровно в два раза ниже. По функционалу получаем примерно то же самое от российского производителя. Естественно, это все делается в Китае. Ну и, собственно, выглядят наушнички, которые Interstep и Apple AirPods. Вот так вот это все выглядит. Друзья, по звуку я посмотрел несколько видео, послушал и почитал комментарии в интернете про эти наушники. Они действительно дают хороший, качественный звук. При этом по протоколу Bluetooth они работают достаточно долго. Они могут радовать вас хорошему качеству звучания. Но надо понимать, что данные наушнички стоят 4,990, но при этом по ссылке в описании будет промокод с 20% скидкой. Вы сможете приобрести, если пройдете, скажем так, и скажете, и напишите, что вы пришли непосредственно с этого видоса. По остальному всему надо слушать, надо смотреть. Смотреть, в принципе, нечего. Ну да, прикольно. То есть это матовый пластик, это глянцевый пластик. Здесь есть логотип компании Interstep. То есть вот такие вот квадратики. Ну и, в принципе, все. Прикольный кейс. Он немногим отличается, немного больше, чем от Apple AirPods. Но все-таки он продолговатый. Как бы даже сквозь кейс видно, что у нас наушнички заряжаются. Я думаю, что у кого не хватает денег на Apple AirPods, или кто хочет действительно, может быть, другого звучания, потому что эти наушники нам обещают хорошее звучание по низким частотам, хорошие средние частоты. В общем и целом, как говорится, будем посмотреть. Большое спасибо, что посмотрели данное видео. Вот перед нами сеть наушников, связка наушников от разных производителей, в частности, от компании Apple и от компании Interstep. Самое, что интересно, данные наушники, естественно, можно использовать с айфоном, в том числе с айфоном 10s и 10s Max. Все. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не понравилось. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете, имеют ли право на существование такие уши, стоят ли они своих денег и стали бы вы их приобретать. Есть у нас группа ВКонтакте, ссылочки в описании. Есть телеграм-канал, там уже ссылочки в описании. Ну и, собственно, на этом, пожалуй, все. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пошел юзать Interstep-каушники. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok